На сегодняшний день, а именно к обеду 25 февраля, курс долларов, покупка 88,40 тынов, продажа 89,40 тынов. Между тем, в Нацбанке отмечают, что это временное явление. Отметим, относительно вчерашнего дня, сегодня курс доллара был уменьшен на 5 сомов. Сейчас данный вопрос находится на контроле у Кабинета министров. Это одно из швейных предприятий страны. Большая часть продукции экспортируется в Россию. Естественно, договоры заключены в рублях. Однако ткани и фурнитуру предприятие заказывает в Турции, Китае и Узбекистане. А это все в долларах. Из-за девальвации швейное предприятие терпит значительные убытки. То есть более 50% прибыли уйдет в разницу приобретения валюты. Мы закупаем сырье в основном в долларах. На нашем рынке производство сырья не в таких объемах, чтобы мы могли обеспечить полностью все наши предприятия. Поэтому мы закупаем в основном в Турции, в Китае, какую-то часть в Узбекистане. Порядка 70-80% в себестоимости нашей продукции составляет сырье. Поэтому рост стоимости сырья напрямую влияет на нашу рентабельность. Ситуацию на валютном рынке страны удалось более-менее стабилизировать. Сейчас доллар снижен с 95 сомов до 90. Также в Нацбанке сообщили, что несмотря на геополитическую обстановку, средства для стабилизации внутреннего валютного рынка достаточно. Сейчас в резерве есть 2 миллиарда 793 миллиона долларов. В рамках денежно-кредитной политики Нацбанка путем валютной интервенции нам удалось стабилизировать валютный рынок Кыргызстана. При необходимости Национальный банк продолжит присутствовать на валютном рынке, располагая необходимыми ресурсами и инструментами для ее корректировки. Эксперты отмечают, что экономика Кыргызстана очень чутко реагирует на проблемы стратегического партнера на мировом рынке. Россия является одним из основных в торгово-экономическом сотрудничестве. Изменение ситуации в экономике стран может оказывать косвенное влияние на валютный рынок нашей страны. У наших бизнесменов тоже сегодня возникла потребность, как можно больше закупить, возможно, с Россией вот эту продукцию. И, естественно, потребовалось большое количество долларов, чтобы эти товары закупить. Естественно, спрос порождает потребность. Да, вот и этот спрос у нас на доллары очень большой возник в этой связи и стали скупать доллары. Я думаю, что хорошо, что, насколько у меня есть информация, это Национальный банк, он тоже оперативно среагировал, и они тоже произвели интервенцию. Если бы этих оперативных мер не было бы, то, естественно, курс бы еще намного больше вырос бы. Я думаю, что в пределах сейчас определенной ситуации Национальный банк держит это. Текущая ситуация на финансовых рынках стран, основных торговых партнерах, привела к росту курса доллара США на внутреннем валютном рынке, которая вызвана в большей степени психологическими факторами и ожиданиями участников рынка. До Станка с Канаврыска, Лико Кульбеков, Аллато 24.